Традиционная православная ярмарка открылась в городе Кургане в дни поразнования Святой Троицы. Она объединила более 80 участников из России и ближнего и дальнего зарубежья. Троицкую ярмарку торжественно открыл митрополит Курганский Белозерский Иосиф. Проведение православных ярмарок стало доброй традицией для города Кургана. Они проходят здесь в течение семи лет в дни празднования Рождества Христова. По просьбам горожан было решено организовать подобное мероприятие и в теплое время года. Вторая летняя православная ярмарка приурочена к одному из главных христианских праздников – Дню Святой Троицы Пятидесятницы. Православную троицкую ярмарку, таково ее официальное название, открыл митрополит Курганский Белозерский Иосиф. Владыка совершил молебен на начало благого дела. Желаю, чтобы эта ярмарка прошла с успехом. Несколько дней мы будем собираться здесь, в том числе для того, чтобы совершать молитвы перед святынями. Эта ярмарка не только место распродажи, она духовно объединяет людей, потому что здесь собираются люди, объединенные нашей святой православной верой. Троицкая православная ярмарка развернулась в городском саду. Более 80 участников из России, Белоруссии, Греции, Палестины, Украины представили свои товары. Здесь можно приобрести иконы, церковную утварь, духовную литературу, товары народных промыслов, мед, восточные сладости, а также одежду и обувь из хлопка, льна и шерсти. С праздником вас всех, чтобы Троицкой православной ярмарки был добрый путь, чтобы все случилось, каждый обрел здесь друзей, нашел на этой ярмарке то, что он хочет найти для себя, для тела и для души. Бессменные устроители православных ярмарок компания «Уральские выставки» предусмотрели организаторы не только ярмарочную торговлю. В рамках культурно-просветительской программы здесь проходят мастер-классы по гончарному делу, плетению поясов, изготовлению бижутерии. Это донесение до людей наших русских народных традиций, традиций вообще православной веры, ну и ознакомства с православной верой. В то же время человек, который небо церковлён, он боится, например, прийти в храм, а здесь в непринуждённой обстановке он может переговорить священников. У нас будет дежурный священник, к которому можно обратиться с любым вопросом. И вот в последнее время это пользуется большим спросом. Завершился первый день работы православной Троицкой ярмарки молебном с чтением Акафиста дивному угоднику Божию святителю Николаю перед частью его святых мощей. Традиция привозить на ярмарки христианские святыни была ещё в дореволюционной России. В наши дни этот благочестивый обычай возрождается. Ярмарки не были церковными, они были обычными ярмарками, но на эти ярмарки всегда привозились какие-то особо чтимые святыни. И все, кто собирался на выставку, на ярмарку, приходили к этим святыням, молились, просили помощи Господа, Царицы Небесной, святых угодников Божьих. Кто-то в торговле, кто-то в удачном приобретении, кто-то просто просили помощи в своей личной жизни. И сегодня, когда возрождается традиция православных выставок и ярмарок, мы также привозим святыни, перед которыми православные верующие люди совершают свою сердечную молитву. И мы надеемся и верим, что Господь, Матерь Божия и святые угодники Божии не оставят тщетными их молитвы. Свою работу православная троицкая ярмарка продолжит до 8 июня включительно, ежедневно с 9 до 19 часов. Наталья Шуплецова, Сергей Касьянов, пресс-центр Курганской митрополии для телеканала «Союз».